Чемпионат 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 инженерия, например, да, они пытаются как-то воплощать образ спорта, существующий в стране, как-то передавать через свои архитектурные произведения то ощущение, которое вызывает спорт, опять-таки, да, либо общество, либо то ощущение, которое государство хочет вызвать у людей с помощью спорта. Сейчас я немножко сложно, может, все это формулирую. Первый раз я читаю эту лекцию, я специально написал ее по просьбе устроителей лектория, поэтому я постараюсь объяснить вам эту мысль в процессе нашего сегодняшнего повествования. Займет оно, я думаю, примерно полтора-два часа. Ну, если будут какие-то вопросы, то, я думаю, можно прямо в процессе, потому что у нас сегодня камерная собралась компания. Достаточно странно мы поступили с организаторами, я не подумал, не надо было, конечно, лекцию про архитектуру стадиона вставить во время матча. Кто там играет? Россия-Португалия, по-моему, да? Ругвай. А, Ругвай, извините, с Ругваем, да. Так что, видимо, много людей, которые тоже заинтересованы в архитектуре спорта, они следят за матчем. Правда, он должен уже закончиться, мне кажется. Да, он только что закончился, да, но, видимо, доехать... А, проиграли, да. Но, видимо, доехать было невозможно так быстро. Вот. Ну что ж, мы с вами начнем с самого начала двадцатого века. Я прошу прощения, оказывается, не все технические моменты мы еще устранили. Ну, ладно, я просто присяду и буду листать на компьютере, с вашего позволения. Вот. Итак, почему мы начинаем именно с двадцатых годов, с советского периода? Потому что профессионального спорта в современном представлении не существовало практически и в нашей стране, ну, в нашей стране точно, про мир можно спорить, до где-то вот рубежа девятнадцатого-двадцатого веков. На рубеже девятнадцатого веков первые профессиональные спортивные организации, которые появляются в нашем городе, например, они занимаются отнюдь не футболом, а совсем другими, более благородными видами спорта. Как вы думаете, какая самая старая спортивная организация, возникшая в Москве? Это московское скаковое общество. Вы можете себе представить, да? Любители скачек, верховой езды, любители выводить породистых лошадей. Еще в 1831 году в Москве возникает первый ипподром на том самом месте, где и нынешний находится. Правда, конечно, неоднократно менял на свое здание, и нынешнее здание уже где-то там третье по счету на этом месте. Примерно тогда же, во второй половине, ну, чуть попозже, во второй половине девятнадцатого века появляется, давайте, может быть, какие-то еще есть версии, какие еще виды спорта были, так сказать, институционализированы, то есть вокруг них люди собирались, создавали некую организацию, какие-то довольно элитарные тоже. Ну, велосипед, да, станем заниматься в Москве тоже на рубеже 19-20-го, и Московское общество воспитывательных любителей было создано в 1874 году, но велосипед не влиял на появление отдельных типов зданий, потому что, как правило, велосипедные гонки проводились как раз на ипподромах, как на ипподроме на Беговой, так и на ипподроме, вот, кстати, тут неподалеку совсем, задолго, ну, как задолго, лет за 30 до начала истории с ВСХВ, вы знаете, что ВДНХ изначально называлась ВСХВ, примерно в районе нынешней станции метро ВДНХ, чуть поглубже от Ярославского шоссе, сюда вот, ну, не сюда, а в сторону центрального входа, примерно на месте центрального входа на ВДНХ. Там размещался еще один московский ипподром, который, кстати, часто принимал велосипедные соревнования. Вот, еще один, я вам подскажу, он достаточно очевидный ответ, когда я скажу, вы поймете, что это довольно очевидно, это яхтенный спорт, конечно, да, тоже такой достаточно элитарный, и в 1870-е годы возникает и московский императорский яхт-клуб, который, так сказать, строит свое здание, но их здание, оно не то, чтобы специально спортивное, это скорее здание, где собираются члены клуба как раз в свободное от спорта время, в это здание, знаете, оно находится на стрелке нашего острова, прямо сзади памятника Петру, ну, и, конечно, к спортивным зданиям, и зданиям его отнести невозможно, это скорее такое общественное здание, здание клуба, вот, ну, а первые специфические, первые мысли о специфическом футбольном стадионе и о таком многофункциональном спортивном сооружении в нашем городе возникают в 20-е годы, уже после прихода советской власти, интересно, что профессионального футбольного спорта, да и вообще профессионального спорта в нашей стране еще в 20-е годы довольно мало, только-только начинает зарождаться, потому что эти бужуазные виды спорта были, как бы, вычеркнуты, уничтожены, революции, все это дело заново, поэтому не стоит думать, что международный красный стадион, который будет нашим первым героем и который сейчас у меня на слайде, что он является профессиональным футбольным стадионом в современном представлении, что он был сделан для какого-то клуба или для проведения чемпионата мира или олимпиады, нет, как раз-таки в соответствии с духом 20-х годов, я думаю, вы все себе это именно представляете, дух 20-х годов, такой дух коллективизма, дух всеобщего равенства, дух, который предполагает, что каждый рабочий заниматься не только работой, но и всем-всем-всем на свете, может быть параллельно и спортсменам и даже должен быть спортсменом, но международный красный стадион предполагался именно как площадка, где сами обычные жители советской Москвы будут заниматься спортом, ну и там какие-то первенства будут проводиться между командами заводов и так далее и тому подобное, то есть это был такой еще очень демократический понятый стадион и это во многом была сознательная программа советского правительства на смену спорту как буржуазному виду спорта, как буржуазному виду деятельности, буржуазному виду досуга, доступному лишь для немногих, приходит идея, что спортом должны заниматься все. Отсюда вот эти вот идеи спорт, как они называются, физкульт-парадов на Красной площади, про которые вы наверняка слышали, видели, может быть, фотографии, да, ведь не столько еще в довоенные годы не столько на Красной площади проводились парады военной техники, сколько физкульт-парады. Так вот, идея международного Красного стадиона возникает достаточно рано, в 1920 году. Это вообще, наверное, одна из первых строителей, таких девелоперских, что ли, да, архитектурных идей, которые возникают в молодой Советской Республике, потому что, представляете себе, 20-й год, вообще-то совсем не до строительства, еще идет Первая мировая, извините, пожалуйста, гражданская война, в общем-то, страна находится в кризисе, в руинах, но тем не менее, эта вот идея и возникает. Ну, понятное дело, что реально к ней приступают уже после завершения гражданской войны, где-то с 22-го года начинается проектирование и строительство этого стадиона. В итоге, проект составляет группа архитекторов из Вхутемаса, вы, наверное, слышали про Вхутемас, Всесоюзные художественно-технические мастерские, это тот вуз, который теперь называется Мархи, и выглавляясь Николаем Ладовским. Николай Ладовский очень интересный архитектор, это человек, который известен, но он мало что сделал, к сожалению, в реальности, но он потрясающий совершенно педагог и теоретик архитектуры, воспитал целую прияду замечательных архитекторов, которые потом работали весь советский период. Ну, а из его собственных работ вы можете знать, не можете знать, а точно знаете вестибюль станции метро Красные Ворота в виде таких вот вложенных арочек. Ну, и когда-то ему принадлежала еще и станция Лубянка, но она, к сожалению, была в значительной степени перестроена. Вот такая вот команда делает стадион, и что мы можем про него сказать. Мы видим, что стадион, в общем-то, выдержан в авангардном ключе. Почему? Один из главных принципов авангарда это подчинение архитектуре функциональности. Авангардисты считали, что в архитектуре не должно быть ничего лишнего, никаких специфических созданных, специально созданных украшений, не имеющих функционального смысла. И вот здесь мы видим, что действительно, вроде бы сплошные функциональные трибуны или какие-то горки, трамплины, вышка комментатора, вероятно, вот это вот, да? То есть, все очень функционально, но в то же самое время мы можем сказать, что эти функциональные элементы складываются в какую-то очень интересную композицию, которая обретает эстетическое, такое скульптурное практически значение, да? Смотрите, как плавно, например, растет высота этого трамплина, дальше трибуны еще чуть повыше, дальше вышка, в общем, все это складывается в какой-то такой достаточно живописный силуэт. Поэтому не стоит думать, что авангардисты вообще облицали красоту, нет, она была, но она понималась как нечто рождающее исследование функциональности и конструктивности. Второе важное требование авангарда это то, что архитектура должна быть конструктивной, в смысле ее конструкции должны быть наголо, наружу, должны быть понятны, должно быть понятно, какие конструкции у здания, когда ты на него смотришь. Ну и вот мы видим, что трибуны действительно обнажены на фасад, вот если мы сейчас видим здание в аксонометрии, как бы с птичьего полета, если бы мы посмотрели на него вот с этого фасада, который как раз сейчас спрятан от нас, то мы бы увидели, что именно обнаженные конструкции трибун формируют этот фасад. И вот это очень важное достижение, очень важное изобретение архитектуры стадионов эпохи авангарда, мы увидим с вами, что потом очень многие стадионы, ну не многие, но некоторые стадионы, в той эпохе, будут тоже иметь трибуны открытые, раскрытые, прямо вот на улицу, на сторону фасада, и таким образом фасад будет как бы сформирован конструкциями этих трибун. Вот еще несколько покажу вам, еще несколько покажу вам про, ну это чертежей, да, это вот все та же самая проектная группа, просто один из их альтернативных вариантов. Здесь я скорее показываю вам этот чертеж для того, чтобы показать, как они даже оформляли проекты в той эпоху, то есть даже оформление проекта выйдет как некая супрематическая композиция, да, как какая-то композиция, созданная Казимиром Малевичем или его учениками. Вот, а это уже альтернативный проект архитектора Коржева, и здесь мы видим такое торжество тоже конструктивности, вот она такая, откуда берется такая необычная скульптурная форма трибуны, вообще ни на что в истории архитектуры не похожая. Похожая скорее на какую-то, на какой-то сухо, как сказать, сустав, да, как будто это колено согнуто. Вот, а она берется опять-таки из конструкции, здесь это хорошо на чертеже видно. Вот мы видим одну металлическую ферму, которая держит вот эту вот часть трибуны, вторую ферму, которая держит козырек, и вот из этих конструкций рождается такая необычная форма. Таким образом, хочу, чтобы вы запомнили, что эпоха авангарда, хоть и построила очень мало стадионов, но в нашей стране, потому что денег не было просто-напросто, да, в 20-е годы, тем не менее, даже вот на уровне бумажных проектов, которые создавались, она очень много подарила и нашей советской и русской архитектуре, и мировой архитектуре в плане понимания того, что стадион может выглядеть не только как какое-то торжественное творцовое сооружение, вот надо было мне показать, он, наверное, какие-то образцы дореволюционных все-таки построек, скажем, ипподром. Ну, ипподром был перестроен в 50-е годы, вы, наверное, знаете, ипподром на беговой, да? Вот, он был перестроен в 40-е и 50-е годы, но однако же он и раньше до перестройки выглядел как некий дворец, как некий храм, и сейчас тоже он выглядит как некий дворец, некий храм. Это один из вариантов ответа на вопрос, как должно выглядеть спортивное сооружение. Эта версия побеждает более-менее в сталинские годы, мы об этом поговорим, а вот именно 20-е годы, именно эпоха авангарда предлагает такую другую трактовку образа стадиона, и мне кажется, эта трактовка очень интересная и очень логичная для стадиона, и знаете почему? Я недаром сравнил вот эту вот конструкцию трибуны с каким-то человеческим суставом, с ухожилием, мышцами, потому что, что такое вообще спорт с точки зрения изначальной, да, древнегреческой, да, впрочем, и не только древнегреческой, даже сегодня, как многие понимают спорт, как строительство тела, это такое искусство построения собственного тела, и именно в этом смысле спорт, например, был важен грекам, потому что греческий спорт, вы знаете, был не столько спортом достижений, сколько именно спортом процесса такого, да, вот, и в этом смысле стадион, в котором обнажены все его конструкции, четко видно, видно, где его каркас, где его ферма, я не знаю, поддерживающий козырек и так далее, его можно сравнить, он становится как бы метафорой, метафорой прекрасного человеческого тела, в котором тоже все мышцы, все сухожилия, все на своем месте, и вот оно тоже производит такое архитектурное, практически, впечатление. Вот эта вот метафора, да, стадион, как прекрасное тело, она тоже пройдет сквозь 20 век, можно сказать, что сквозь 20 век, мы сегодня будем с вами наблюдать покачивание нашего маятника между этими двумя метафорами, с одной стороны, стадион как дворец, где происходит что-то такое очень важное, священное, а с другой стороны, стадион как прекрасно построенное тело. Монтавангард предлагает, соответственно, вторую вот эту вот трактовку. Как раз в первой половине 20-х годов были построены некоторые сооружения, например, трибуны на 2000 человек, так называемый Агиттеатр, ну или летний открытый театр на 1500 человек, как раз вот трибуны, киоски, которые выходили на бровку воробьевых, да, чтобы вы представляли себе, может быть, было не очень понятно, по чертежам, этот стадион начал строиться на склоне воробьевых гор, то есть на том самом месте, где сейчас находится, например, трамплин лыжный, ну или вообще шире, весь этот вот эко-парк воробьевый город, то есть от смотровой площадки, на которую мы приезжаем любоваться Москвой, вниз к набережной Москвы-реки он начал строиться, и вот эти вот киоски, они как раз стояли на том самом месте примерно, где сейчас смотровая площадка, на которую там все приезжают, байкеры и все такое, да, вот. Таким образом, это все, конечно, строилось в дереве, потому что, мы уже говорили, что страна была бедная, таким образом, строительство Международного Красного Стадиона это один из первых, ну, хотя бы частично реализованных строительных проектов Советской Республики, наряду с, я имею в виду масштабных, понятно, что дома там строились какие-то небольшие, да, наряду такого масштабного проекта, известного на всю страну, наряду с всесоюзной сельскохозяйственной выставкой 23-го года, которая тоже была вся из дерева и стояла на территории современного парка Горького, и вот если бы вы от этой выставки прошли чуть-чуть дальше, сквозь нескучный сад до парка Воробьевы горы, вы бы попали еще один комплекс деревянных построек в духе авангарда, это Международный Красный Стадион. Вот на это я хотел бы обратить ваше внимание, потому что довольно многие сегодня уже, слава Богу, благодаря усилиям и парка Горького, и музея Гараж, знают о всесоюзной сельскохозяйственной выставке 23-го года, вот, а вот про Международный Красный Стадион, который тоже был очень интересным авангардным проектом, и даже частично реализованным, знают, как правило, меньше, поэтому мне хотелось бы, чтобы вы о нем знали. Ну, а единственный, действительно реализовавшийся, такой капитальный стадион 20-х годов, это стадион Динамо. Были еще стадионы во всей стране, но, как правило, они строились деревянные, поэтому до сегодняшнего дня они не дошли. Стадион Динамо был построен к 28-му году, а задумался еще в 26-м, поэтому хронологически он относится к эпохе, которую мы именуем авангардной. Хотя, конечно, внимательно посмотрев на его облик, мы сейчас с вами подумаем, действительно ли он настолько авангарден, или все-таки в нем есть какие-то другие немножко смыслы, но я бы сказал, что он находится, мы же с вами не даром сравнили наше колебание между стадионом Дворцом и стадионом Телом, сравнили с Маятником, да, он находится как раз в нижней точке этого маятника, в мертвой точке, потому что в нем есть черты и того, и другого. Вот, как говорится, специально показываю историческую фотографию, да, потому что впоследствии Динамо утратил, точнее, наоборот, заполнил свою фасадную линию какими-то другими деталями, а изначально, посмотрите, вот здесь хорошо видно в просвете между колоннами, да, и вот здесь тоже, вот эта вот гребеночка, это не что иное, как просто-напросто трибуны, да, то есть это эти ступенечки, это трибуны, на них люди снаружи сидят, сверху сидят, а снизу они образуют вот такой вот практически фасад стадиона, то есть фасад не является какой-то декорацией, который прячет от нас конструкции, нет, фасад это всего лишь тонкие колонны, столбы, сквозь которые хорошо проглядывается вот эта конструкция, таким образом, принцип честности конструкции, принцип выявления конструкции и превращение конструкции в элемент, оформляющий фасад, этот авангардный принцип здесь соблюден, но он здесь не единственный, наряду с тем, мы видим, что композиция стадиона, припоминайте композицию стадиона, международного красного стадиона, да, вот на аксонометрии, на чертеже, она была довольно такая, я недаром назвал ее живописной, живописность это некий антоним симметрии строгости, да, она такая произвольная, то там башенка, то тут башенка, такой сложный, прихотливый силуэт. Здесь же мы видим, что, давайте, может, какую-то я другую найду, фотографию, вот такую, например, да, мы видим, что композиция совершенно симметричная, центральная часть повышена, подчеркнута с помощью колонного портика, это самый настоящий колонный портик, хотя колонны у нас сделаны квадратными, но смысла это не меняет, да, да еще этот наш колонный портик фланкирован, как говорят искусствоведы, то есть по двум флангам, по левому и правому флангу у него поставлены башни. Этот прием, который напоминает нам, конечно, пропелей древних Афин, вот я не догадался сюда поставить, но многие из вас, наверное, были в Афинах на Акрополе, и помнят, что такое пропелей, это два здания, которые соединены колонным портиком, сквозь которые мы и заходим на территорию Акрополя, поднимаясь сначала по парадной лестнице. Вот, фактически, вот эта вот входная группа в стадион Динамо, не что иное, как такое переосмысление в духе 20 века идеи античных пропелей. То есть мы видим, что здесь присутствуют и классические элементы, кстати, вот даже круглое окошко, которое здесь видно слева, которое кажется нам таким очень уж прям авангардным элементом, на самом деле, никаким авангардным не является, первые круглые окна появились еще в первом веке до нашей эры, на могиле булочника Еврисака в Древнем Риме, и потом они кочевали всю историю мировой архитектуры, они были и в Ренессансе, и даже в Готике, и в Ренессансе, и в Барокко, и в классицизме, и где угодно. Авангард — это лишь еще одно течение, которое используют круглые окошки с удовольствием. Конечно, никакой функциональной нагрузки, никакого функционального смысла нести не могут, потому что круглое окно всегда сложнее устроить, чем квадратное, и света сквозь него всегда проникает меньше, чем квадратное. Так что мы должны признать, что круглые окна несут всегда исключительно декоративный смысл, никакого другого. Вот, то есть мы видим, как здесь, опять-таки, возвращаемся к нашему разбору. Симметрия, повышенная центральная часть, центр, выделенный с помощью колонного портика. Где это встречается? Вспомните любой дворец. Любой дворец всегда устроен именно так. Там где, например, не знаю, Сенатский дворец в Кремле, дом Пашкова напротив Кремля, и так далее, и тому подобное. То есть дворец — это всегда что-то высокое в центре, два боковых крыла пониже, и колонный портик в центре. То есть мы видим, здесь есть правда конструкции, и это черта авангарда. Но здесь есть парадность и дворцовость, и это черта вот этой уже такой немножечко более сталинской, что ли, монументальной позиции. На дворе 26-й всего лишь год, когда это здание проектируется, но увидите, что не стоит думать, что вся архитектура 20-х была насквозь авангардная. Нет, конечно, всегда авангард как-то сочетался с классическими какими-то чертами. А, кстати, просто, так сказать, для истории, для некой хроники, изначально стадион был построен в виде подковы, как видите, а не в виде полного кольца, а каким он стал позднее. Кстати, вот такая форма в виде подковы, она тоже отсылает нас к античной Греции, потому что античные стадионы строились именно таким вот образом, например, в Дельфах сохраняется до сих пор такой стадион. Да, изнутри, кстати, никаких черт дворцовости нет, очень такие честные функциональные трибуны. Единственное, что, конечно, колонный портик, который мы видели снаружи, он изнутри тоже просматривается, потому что, как мы говорили, он повышен. Но отсюда он не играет какого-то главенствующего значения, скорее он по остаточному принципу сюда выходит. Вот, а так вот изнутри действительно предвпечатление очень такое функциональное, очень четкое, честное. Кстати, обратите внимание, что изначально на этом стадионе были не только беговые дорожки вокруг выгодного поля, но еще и, как вы думаете, что это такое? Для чего нужна такая сложная, изогнутая, плавная форма закругления? Мототрек. Только не мото, а велотрек. Да, я даже не уверен, что мотоциклы еще, ну, да, уже, наверное, были мотоциклы к этому времени, но мотоциклетный спорт, мне кажется, у нас был не очень развит. И это велотрек, действительно. Вот как раз мы говорили, что велосипедный спорт развит был довольно сильно, поэтому старались устраивать велотреки на стадионах, вот эти три вещи были совмещены. Он был демонтирован, но, к сожалению или к счастью, стадион прошел реконструкцию в 30-е годы, которая, кстати, не затронула практически его внешнего облика, его не стали как-то обогащать, украшать дополнительными украшениями, что было характерно уже для такой более поздней сталинской эпохи, но демонтировали велотрек и замкнули его в полное кольцо. Вот, ну, внешний облик мы с вами уже разобрали. Да, и вот посмотрите, насколько вот эта вот идея, сочетание чего-то честного, конструктивного, но в то же самое время парадного, торжественного, дворцового, она существует одновременно во всем мире. И надо сказать, что, кажется, нашим архитекторам, я не сказал, кто придумал этот стадион, запроектировал, это были архитекторы Аркадий Лангман и Черековер, и вот они это придумали в 1926 году, а вот теперь давайте посмотрим на Олимпийский стадион в Берлине, который знаменитый, да, одиозный, на котором прошли Олимпийские игры 1936 года, которые воспеты были Лене Рифеншталь в ее документальном фильме Олимпиаде, не помню, как он называется, по-моему, Олимпиада называется. Вот, Итак, стадион Динамо 1926 год и Олимпийский стадион в Берлине 1936 год, и они практически братья-близнецы. Если бы не вот эти две башни, если бы я их убрал и листал бы эти снимки, вы, может быть, даже не заметили бы подмены. Я бы вполне вам сказать, что это просто другой ракурс на стадион Динамо, с которого не видно этих ворот. Вот, кстати, даже постановка этих двух башен, она очень похожа на две фланкирующие башенки в нашем стадионе Динамо. То есть, ну, я не хочу сказать, что немецкие архитекторы прямо тупо скопировали у нас. Нет, просто действительно эта идея, она кочевала в воздухе. Я бы ее сформулировал как ардеко. Да, вот как назвать архитектуру, которая использует классические мотивы, но при этом их утрирует, упрощает, геометризует. То есть, с одной стороны, от классики она берет торжественность и дворцовость, а с другой стороны, от авангарда она берет некое преклонение перед геометрией. И такую архитектуру мы назовем, наверное, все-таки ардеко. И вот, все-таки, стадион Динамо, я считаю, вовсе не конструктивистским стадионом, как некоторые говорят. Как мы с вами заметили, есть, конечно, одна черта конструктивизма, но нельзя сказать, что это черта уникальная для конструктивизма, что ее не было в ардеконе, она тоже была. Вот. А вот эта вот идея взять колонный портик, но его упростить, геометризировать, она такая очень ардекошная. И вот мы видим ее же в 30-е годы в Германии. Эту же идею, кстати, можно было встретить во множестве и во Франции, и в Италии того времени, и в Америке. Я потом чуть позже покажу некоторые другие образцы. Вот. Чуть-чуть попозже, кстати, к 30-му году стадион Динамо получил еще одну ардекошную деталь. На его северной и южной трибунах были установлены барельефы работы Сергея Меркурова. Сергей Меркуров очень известный советский скульптор, он может быть вам известен такими скульптурами, как Тимирязев на Никитском бульваре, Герцен и Огарев во дворе старого здания МГУ на Моховой. Ну, а кроме того, он сделал потом уже в советские годы, в 30-е годы он стал делать бесчисленное количество Сталиных. И, кстати, как раз, кажется, единственный сохранившийся Сталин у нас в стране, который, как вы, наверное, знаете, находится в парке Музеон, тоже принадлежит руке Сергея Меркурова. Так вот, это вот его барельефы. До недавнего времени они были еще установлены на этих трибунах до начала реконструкции стадиона. В настоящее время они были демонтированы во время реконструкции стадиона, отреставрированы. Сейчас мы еще их видим в неотреставрированном виде, они замазаны сверху дополнительным слоем штукатурки. Сейчас они отреставрированы. И вот, когда ВТБ-арена так называемая наконец откроется, там будет музей, в котором эти барельефы будут экспонироваться. А уже сейчас на фасадах этого здания на Северном и Южном можно увидеть копии этих павильонов, которые были установлены в феврале, четыре месяца назад. Вот. Ну что ж, как мы видим, уже Динамо, хотя и построен в 1926-1928 годах, от такой авангардной, сугубо функциональной, честной, рабочей эстетики переходит к идее все-таки торжественности, дворцовости и парадности. И, конечно, эта идея только нарастает, вот наш маятник окончательно качнулся в сторону парадности, да, в 30-е годы. В 33-м году возникает идея построить у нас в стране стадион для проведения всемирной спартакиады, которая будет как бы противостоять Олимпиаде. я считал, что Олимпиада это такое буржуазное соревнование, нечестное, доступ к которому имеют только богатые люди, как спортсмены должны быть довольно состоятельными, чтобы нормально заниматься спортом, так и посетители. А вот спартакиада это будет действительно честное такое товарищество. Кстати, первая спартакиада незадолго до этого прошла в Екатеринбурге. И вот, если вы окажетесь в Екатеринбурге этим летом, то очень рекомендую сходить на выставку в тамошний музей архитектуры и дизайна, которая посвящена этой самой спартакиаде. И вот очередная должна была пройти в Москве. И, значит, к ней строили стадион. Проект стадиона выполнил архитектор Николай Колли. Он вам может быть известен по таким вещам. Ну, сам, наверное, известный его вещь это станция метро «Чистые пруды» и вестибюль станции метро «Чистые пруды», который, кстати, тоже такой очень ардокошный. Вспомните, как в нем сочетаются большие поверхности стекла и в то же самое время те же самые круглые окошки, о которых мы с вами сегодня вспоминали по боковым его фасадам. Но здесь Николай Колли создает, наверное, все-таки такое сугубо парадное дворцовое произведение, в котором фасады все-таки украшены колоннами и за ними не проглядывают трибуны, судя по всему. Хотя сложно сказать, потому что задание не было реализовано. Можем ориентироваться только на проекты. Кстати, тоже обратите внимание в виде подковы, как в Древней Греции. Правда, футбольное поле на этот раз развернуто эпидикулярно оси подковы, а не параллельно, как это было в случае с Динамо. Вообще, этот стадион очень сильно похож на Динамо. Это и подкова, это и, опять-таки, огромный колонный портик. То есть, можно сказать, что проект Лангмана и Черековера настолько был влиятельный, настолько был правическим, что, видите, он не только повлиял на то, как Германия будет строить свои стадионы в 30-е годы, но и на наших архитекторов тоже в значительной степени. Вот, однако, в отличие от Лангманов в Динамо, здесь Колли создает довольно много украшений. Давайте посмотрим. Вот у нас и колонный портик должен был быть довольно перегруженный. Не только один уровень колонн, но еще и дополнительные два ряда колонных портиков сверху, соединенные еще и такими арочными перголами. Да, вот эти вот конструкции решетчатые, наверное, правильно будет назвать перголами. И скульптура стоит вон и слева, и справа. То есть мы видим уже некую такую перегруженность, пышность сталинской архитектуры. И два крыла, две трибуны этого стадиона должны были завершаться тоже монументальными башнями со скульптурами. Но в целом любопытно, как Колли здесь смешивает самые разные мотивы, все-таки создает самостоятельные архитектурные произведения. На эту мысль меня наводит и вот это вот необычное окно. Мы уже говорили о теме круглого окна, которая была очень популярна в 30-е годы. Я вот ему показываю круглое окно, круглое окно показываю и на нашей экскурсии по библиотеке Ленина, например. Я уже вам говорил про вестибюль чистых прудов. А вот здесь круглые окна целую розетку образуют, такую готическую практически розетку. Хочется сказать, помните, как в некоторых готических соборах, хотя, казалось бы, ничего другого готического в этом здании нет. И вот даже если посмотреть над этот колонный портик, то тонкие колонны и большие выносы балконов — это так называемый помпейский стиль, который в Москве воплотился в 30-е годы в здание ВЦСПС на Ленинском проспекте. Вы вряд ли это здание знаете, к сожалению, потому что оно сейчас скрыто более поздними послевоенной застройки Ленинского проспекта. Раньше оно просматривалось прямо с проспекта, оно прямо в районе, прямо позади золотых мозгов находится, позади президиума Академии наук. Приходите как-нибудь ко мне на экскурсию по архитектуре ар-деко, и все как-то так причудливо, очень смешано. Этот стадион не был реализован, он строился до самого 1939 года, потом стройка была приостановлена, сами понимаете почему, потому что начинается Русско-финская война, потом и Великая Отечественная война. После войны, уже в 60-е годы в Хручевске, он будет построен, но по упрощенному проекту, который переработает, оригинальный проект Кольни переработает Борис и Афан. Кстати, тоже архитекты от Алисатых, архитектор вполне себе работавший в духе ар-деко, можно вспомнить его Дворец Советов или Дом на набережной, ну знаете, да, где театр эстрады. Но, тем не менее, Афан сделает достаточно простую вещь уже в 60-е. Я даже ее не буду показывать, но стадион, в общем-то, существует, кто-то на нем, может, бывал, он находится недалеко от гостиницы, скажите мне, как она называется, Измайлова, да? На станции метро Партизанская, гостиница Измайлова, а за ней уже, там за ней этот вот Лужковский такой деревянный, так называемый, Измайловский Кремль, значит, а вот позади него уже этот стадион находится. Вот, поэтому в качестве образца 30-х, все-таки, за неимением реально воплощенного стадиона имени Сталина, хотя да, это стадион, в Измайлово должен был называться Центральный стадион имени Сталина. И, значит, реально же, в те же самые примерно годы, 1933-1936, был построен стадион, с похожим названием Сталинец. И располагался этот стадион ровно там же, где сейчас стадион Локомотив на станции метро Черкизовская. В общем-то, Локомотив, этот стадион был снесен в 60-е, и Локомотив был построен на его месте, к сожалению, потому что, конечно, мне кажется, стадион был очень интересный, очень яркий, самобытный. тот Локомотив, который сейчас там есть, ну, тоже ничего, я его выключил из нашего рассказа, хотя он любопытный, замечательный, да, с такими висячими перекрытиями, похожими на Крымский мост. Но очень жалко и оригинальный Сталинец 1933-1936 года. Значит, как он был устроен? Я вам забыл сказать, в 30-е годы, как правило, экономили, и вот в отличие от стадиона Динамо, который имел железобетонные трибуны, опирающиеся на железобетонные колонны, как мы с вами видели, все-таки Динамо, почему смогли позволить себе построить стадион на железобетонном каркасе? Потому что он имел достаточно небольшую вместимость. А потом же, в 30-е часы гигантомания центральный стадион имени Сталина вообще пытались сделать самым большим стадионом в мире. И вот создавать такие масштабные конструкции уже из стального каркаса или же из бетонного каркаса было бы очень дорого. Поэтому в сталинские годы в основном шли по пути насыпных трибун. То есть трибуна представляла собой такую искусство насыпанную. Хочется сравнить это с дамбой. Никакой воды здесь не было, конечно, но это действительно было похоже на земляную дамбу, которая образовывала такое кольцо. И вот как раз на внутреннем склоне этой дамбы люди сидели, а наружный склон этой дамбы он как бы по-разному трактовался. Видите, здесь он трактован как такой газон. Газон и парадная резьба тоже не устроены. А вот уже на вершине этой нашей земляной насыпи круговой был построен колонный портик. То есть, вы видите, здесь никто не сидит. Этот колонный портик сделан просто для прогулок, для красоты, для создания некоторой архитектуры. Должна же быть какая-то архитектура, не все же быть просто земляному холму. Так рассуждали в те времена. А сидели-то люди все-таки на этом земляном холме, в котором были устроены уже какие-то сиденья. Вот сейчас у меня, наверное, будет фотография. Да, вот, значит, посмотрите, да? То есть, поле представляло собой как бы некую такую яму, некоторую чашу. Как правило, как раз этот, за счет чего отсыпали этот холм. Его отсыпали за счет того, что земля вынималась с территории будущего поля и насыпалась в виде вот этого бруства, этой насыпи. Таким образом, как бы, высота трибун создавалась за счет одновременного, как углубления поля подзеленного, как бы ниже уровня земли, так и параллельного поднятия трибун за счет той же самой земли. Понятно объясняю, да? Поэтому изнутри стадион всегда кажется выше и глубже, чем он кажется снаружи. Вот, и вот мы видим, что люди сидят на трибунах довольно глубоких, хотя снаружи, видимо, газончик был довольно маленький. И вот, значит, у нас этот самый колонный портик, созданный для прогулок. Сам все-таки колонный портик достаточно ординарный для 30-х годов. Он довольно точно копирует античные образцы. Но давайте рассмотрим детали этого стадиона. Вот некоторые отдельные детали были очень любопытны. Кстати, вот эта вот входная группа, мы видим, что она тоже отсылает нас к традиции арт-деко. Почему? Как и в стадионе Динамо, что мы здесь видим? Есть колонный портик, но колонны сделаны квадратного сечения, да? То есть они геометризованы. Это вот геометризация, стремление к больше такой геометрической четкости. Это характерная черта арт-деко. Еще одна, конечно, характерная черта арт-деко, излюбленный художественный прием, который арт-деко использует, это барельеф. Вот арт-деко не столько любит круглую скульптуру, круглая скульптура, это скульптура, вокруг которой можно ходить, сколько любит именно плоскостную скульптуру, барельефы и горельефы. Ну, вспомните барельефы на, скажем, опять-таки, здание довольно центрально расположенное, но многие недалеко от консерватории, есть тяговая подстанция московского метро, которая тоже оформлена двумя брельефами слева-справа, как и вот на этом здании, с брельефами с метростроевцев. Эти брельефы довольно известны среди некоторых москвичей, про них ходят легенды, что там изображены почему-то герои любовного треугольника Лили Брик, Осиприк и Владимира Маяковских, хотя это, конечно, очень странно, с какой стати, но почему-то такая легенда существует. Кстати, и здесь тоже на этих брельефах есть метростроевцы. Вот правый брельеф, там изображен метростроевец, отсюда не очень видно, поэтому вот здесь вот получше видно, да? Вот здесь метростроевец, ладно, вам тоже здесь не очень понятно, вам придется мне просто поверить. Как можно узнать, что метростроевец, у него характерная шапочка такая метростроевская. Если вы посмотрите на фотографии строительства метро в 30-е годы, то там вот они именно в таких ходили. И при этом он с голым торсом. Кстати, такой сюжет, метростроевец с голым торсом вообще часто встречается в 30-е, вспоминайте, где можно встретить метростроевца в такой же шапочке, но с голым торсом и с отбойным молотком. Нет. Площадь революции, точно. Площадь революции, здесь одна из скульптур. Если вы вспомните эту скульптуру, да, мужик с отбойным молотком и с голым торсом таким мужественным, вот, и вы вспомните, какая у него шапочка, вот такой же совершенно персонаж здесь изображен. И вот здесь метростроевец в свободное, видимо, от строительства метро время занимается строительством этого самого стадиона. Видите, он там камень кладет на стену, да? Вот у него в руках тут камень, он его кладет на стену. А снизу ему другой метростроевец. А, нет, извините, вот это не метростроевец, я перепутал их. Вот он, метростроевец, вот же шапочка ему. Да, вот этот метростроевец ему подает этот камень, а тут какой-то уже другой мужчина тоже с голым торсом, значит, камень кладет. Вот, то есть, прельефы такие очень типичные и по технике выполнения, и по сюжетам. Вообще, очень странный сюжет, потому что метрострофцы никогда не ходили с голым торсом, потому что там под землей совсем никакого желания с голым торсом ходить, там все время капает на тебя что-то и грязь. Это такой чисто художественный сюжет. Вот, кстати, а в левой части этого снимка мы видим, какую замечательную прогулочную зону создавал этот колонный портик. И, в общем, вам, наверное, уже немножечко становится жаль, что это все снесли, да? Мне очень жаль, например. Вот такой еще рядом со стадионом был физкультурный павильон. Который, кстати, вообще отсылает нас в значительной степени к авангарду, как будто бы, да, характерный для авангарда полукруглый изолит. Сполнится такие полукруглые объемы, очень многих зданий 20-х есть, да? Ну, скажем, министерство, правда, тоже 30-х, но ладно, министерство сельского хозяйства на проспекте, на перекрестке проспекта Сахаровой, Садового, Кольца. В то же самое время появляются классические черты. Вот тут у нас карниз, наличник вокруг окна, опять-таки колонный портик. Вот оно, наше арт-эко. Классика, но классика очень упрощенная, геометризованная. Вот это фасад того самого спортивного павильона со скульптурой Рамуальда Иотко. Это автор девушек с веслом, которые распространились по всему Советскому Союзу. Обратите внимание, что скульптура Иотко стоит в нише в виде перспективного такого портала, все уменьшающегося диаметра арки. Излюбленный тоже прием 30-х годов, излюбленный прием арт-эко, где вы можете его вспомнить. В том же самом вестибюле метро Красные ворота, например, о котором я сегодня уже говорил, говоря про Ладовского. Или, например, довольно похожий где-то вестибюль станции метро Лубянка на внутренней стороне, ну вот как бы, на стороне Никольской улицы. Вот, ну вот еще несколько фотографий. Вот опять-таки тот же физкультурный павильон, вот мы до этого видели, вот эта тризолита, это уже входная группа с еще одной скульптурой Иотко. И тоже посмотрите, какое такое оформление фронтона, очень необычное, не следующее каноном классики, но берущее так называемый карниз и как-то вот его так переосмысляющее, упрощающее. В общем, очень интересное произведение в духе сталинского арт-эко. Как я бы сказал, очень жаль, что в 60-е, конечно, при Хрущеве его просто варварски уничтожили ради строительства гораздо более скучного по началу стадиона локомотив. Вот, ну, ни одной Москвой мы живы. В 30-е годы масштабнейший проект разворачивался и в Санкт-Петербурге, сопоставимый по своим размерам. Вот у нас в Москве строили центральный стадион имени Сталина, а в Петербурге строили тоже один из самых больших в мире центральный стадион имени Кирова. Когда он был построен, он вмещал 110 тысяч человек. И если не изменять память, действительно был самым большим стадионом в мире на тот момент. Вскоре нас Бразилия только обгонит со стадионом Маракана. Но, правда, надо отдать должное, что такие большие цифры получались из-за того, что были в том числе и стоячие места. То есть, как только стала приходить FIFA, и как только стали появляться новые требования, то, соответственно, резко все эти стадионы не упали в своей вместимости, потому что новая форма рассадки, она предполагала уже уменьшение количества сидячих мест. Вот когда-то, да, вот он столько человек вмещал, представьте себе. Скажем, это больше, чем современные лужники, в полтора раза. Вот лужники реконструировали, реконструировали, да, а все равно получается, что стадион имени Кирова вмещал в полтора раза больше, чем нынешние лужники. Вот какая-то цифра. Ну вот, значит, и вот это проект, значит, стадион, это делал архитектор Александр Никольский. Ну, я не знаю, насколько вам знакома архитектура Петербурга. Как раз, наверное, стадион имени Кирова и шире. Как-то бывал? Это нынешний, нынешний Денит-арена. Легендарный, да, на который 43 миллиарда рублей потратили, и там все равно ничего не работает. Никто еще не побывал там. Вот. Ну, в общем, это Крестовский остров. Значит, если вы там бывали раньше когда-то, то от метро Крестовский остров вы идете сначала по парку, так называемый Приморский парк Победы. Вот. И в конце концов, в конце этого парка для Ньющего стоит уже этот стадион. Вот это вот все работа Александра Никольского. Ну, это и есть самая известная его работа. Если еще раз будете в Петербурге, посмотрите, он и парт сделал стадион. Ну, правда, стадион уже ничего не осталось. Нынешний стадион уже совсем другой. Вот. Ну, а еще у Никольского есть круглые бани. На метро площадь мужества. Ну, они не то чтобы суперизвестны, тем более москвичам. Хотя вот я с удовольствием в них хожу. Они, кстати, конечно, довольно дурацкие, но мне очень повеселит, что они круглые. Они какие-то дуральные, как кольцо. В этом смысле они тоже похожи на стадион. То есть там ты идешь по душевой, а душевая у тебя все такая загнута по дуге. Вся баня построена в виде кольца. Это забавно. О, значит, и Никольский, что он придумал? Он, с одной стороны, сделал то же самое, что и в стадионе. Значит, по конструкции это точно такой же стадион, как Сталинец, или как должен был быть стадион имени Сталина. Видите, это земляной. Это земляная тоже насыпь с выемкой для футбольного поля по сведению. Но, как и в Сталинце, он решил по кромке этой насыпи поставить некую декоративную колоннаду. Но если в Сталинце это была как бы обыкновенная колоннада из колонн, там, я не помню, по-моему, дорического ордера, ничего особенного, то Никольский придумал совершенно необычный вид этой колоннады. Даже какая-то не колоннада, а аркада. Причем арки это какие? Как бы вы их назвали? Ну, какой исторический стиль, готику, да? Это так называемые стрельчатые арки. Слышали слово стрельчатые арки, да? Причем облейте внимание, что он делает какого-то странного такого кентавра, у него стрельчатая арка опирается на четыре отдельно стоящие все-таки колонны, чего никогда не могло быть в готике. А вот, кстати, в так называемых импостах, место, в которое упирается арка, называется импост. Вот в импостах он ставит скульптуру, что тоже является классическим приемом. То есть здесь Никольский, смешивая элементы классической архитектуры, готической архитектуры, создает что-то такое совершенно третье, необычное, ну вот, несколько ракурсов, да? И совершенно самостоятельное, чего никогда раньше в истории человечества не существовало. Вот сам Александр Никольский с макетом этой своей необычной архитектурной формы. Наверху она, смотрите, имела еще и балюстраду, как какое-нибудь классическое тоже сооружение, увенчанное небольшими обелисками. То есть, ну, конечно, кентавр, химера даже архитектурная, да, из трех разных элементов, даже из большего количества, но по-своему, мне кажется, интересно. Эти гигантские, дырявые, решетчатые, ажурные. Самая-самая любимая моя часть это вот именно вот эти вот ажурные готические своды, потому что сами крестовые своды никогда не были в готике ажурными, да, стены были ажурными, а вот своды-то были сплошными, если вспомните, готические храмы, в которых вы были. А тут как бы Ладовский совмещает, с одной стороны, идею готического свода, с другой стороны, тот факт, что для готики вообще характерна ажурность, правда? И вот почему бы и свод тоже не сделать ажурным с нашим сегодняшним уровнем развития строительной техники. Вот, кроме того, должна была стоять по центральной оси этого парка, на как бы центральную оси этого парка и одновременно стадиона должна была замыкать вот такая комментаторская башня, которая, как видите, тоже завершалась такими небольшими стрелочными сводниками. Ну и на парадной лестнице, конечно, должны были стоять скульптуры, куда уж без этого. Это традиция архитектурная, идущая еще со времен античной Греции, когда тоже на балюстраде стадиона устанавливались скульптуры атлетов. Ну а что получилось в итоге? В итоге стадион до войны усумели взвести только земляной насыпь. Кстати, если говорить об инженерных предприятиях, а то я все больше об архитектуре, про инженеры пока не получается говорить, потому что здание либо не построено, значит, никакой инженерии нет, либо они очень элементарно строились, всего лишь землю выкапывали в одно место, насыпали в другое, а вот здесь уже появляется что-то интересное, а именно здесь насыпь создавалась, поскольку насыпь должна была быть гигантская совершенно, да, очень объемная, она создавалась не путем выемки по центру, тогда футбольное поле пришлось бы закопать, черт знает куда вообще, да, а путем намыва грунта с помощью так называемого земснаряда, земснаряд это такой корабль, ну, иногда вы можете встретить его даже на Москве реке, такая, значит, баржа, которая отсасывает землю со дна и выплевывает ее на берег, вот, значит, таким образом, ну, как обычно, как раз две задачи решаются, с помощью земснаряда, как правило, углубляют русло реки, но, когда нужно, еще и намывают берег дополнительно, и вот здесь, с помощью этого земснаряда земля выплевывалась не просто на берег, а доставлялась насосами сюда, и вот именно из нее и сформировали вот эту гигантскую насыпь, как видите, проект был отчасти воплощен, что не получилось, так это, ну, короче, все, что выше насыпи, то не получилось, нет, ни замечательного готического, готической аркады, ни комментаторской башни, не менее замечательной, осталась только парадная лестница и два так называемых физкультурных павильона, было построено симметрично слева и справа, вот, так что архитектуры в итоге осталось довольно мало, но она осталась на центральной лестнице, которая, как и предполагалось в проекте, была украшена скульптурами атлетов, причем, ну да, вот, и вот, если обратим внимание на скульптурные, ой, извините, на физкультурные павильоны, то мы видим, тут у вас, по-моему, не очень, не очень контрастное получилось изображение, давайте следующий снимок вам покажу, то мы видим, что, опять-таки, какие-то такие мотивы арт-деко здесь проглядывают, хотя уже в послевоенное время, ну да, есть аркада, аркада, конечно, совершенно классическая, да, вот, но вот посмотрите на колонны, сквозь которые, как сквозь пропилей, вы заходите вам на внутренний двор этого физкультурного павильона, они, что вам напоминают, какие колонны, какие московские примеры, можете вспомнить, где один о них, смотрите, они сужаются к низу, да, они четырехгранные, при этом расширяются и как бы раскрываются плавно по дуге кверху, где такие колонны, мы знаем, только не четырехгранные, а шестигранные, например, на станции метро Кропоткинская, припоминаете, да, тоже такая граненая колонна, вот, расширяющаяся кверху, или на станции метро Автозаводская, или там вестибюле Министерства иностранных дел, например, такие же, все это такой излюбленный мотив архитектуры Ордеко, как бы такая, скорее не греческая колонна, а как будто бы египетская, да, хотя в Египте они никогда к низу не сужались, но ощущение как будто бы такое более восточное создается, колонна как некий распускающийся цветок. Вот, ну что ж, если возвращаться в Москву, то в итоге, за неимением центрального стадиона, я бы так сказал, Хрущев, который, как вы знаете, многие сталинские проекты прекращал по идеологическим соображениям, пытаясь подчеркнуть свою дистанцированность от Сталина, свою непохожесть на Сталина, он в том числе и практически закрывает проект стадиона, как я вам и говорил, он будет достроен уже позже, в 60-е, но будет достроен, как уже заштатный, такой второразрядный московский стадион. А Хрущев, опять-таки, пытаясь продемонстрировать свою непохожесть на Сталина, решает, вместо того, чтобы казалось бы, да, вот уже есть стадион, вызмал, давайте просто его достроим, но нет, мы от этого отказываемся, и мы заново все начинаем с нуля, совсем в другом месте, в Лужниках. И, значит, в 54-м году, извините, с 55-го по 56-й год строится спорткомплекс Лужники, колоссальный, конечно, темп, и хочется сказать, что темпы еще совершенно сталинские. Буквально за год был построен этот гигантский стадион, точнее, не только стадион, но рядом с ним еще и малая спортивная арена и плавательный центр, бассейн, целый ансамбль. Ну и давайте посмотрим, что же представляет собой этот ансамбль с точки зрения нашего с вами маятника, дворец или честная конструкция. Ну, даже по этой фотографии мы видим, что Лужники очень похожи по своему архитектурному образу на стадионы 30-х годов. Правда? Давайте... Нет, у меня не будет фотографии, может, потом будет фотография. Давай сначала про строительство поговорим. Значит, тут опять-таки были приняты очень интересные инженерные меры сначала для устройства оснований. Кстати, вот он, земснаряд в левой части. Видите, баржа, которая отсасывает там. Ну, как отсасывает, землю не видно, как вот забрасывает, ее видно, торчит, мачта такая спереди. Вот, и вот они, значит, грузовики эту землю развозят. Территория Лужников, вы знаете, знаете, почему они называются Лужники? Это пойменные луга. Это низменная местность, которая затапливалась традиционно весной, и поэтому надо было грунт намыть. И вот вся территория Лужников, этого полуострова, она поднята на один метр. Выспоминаете, какая там территория, да, здоровая, от Третьего Транспортного кольца до набережной Москвы-реки. Весь этот полукруг, он весь намыт на один метр. Более того, намывной грунт достаточно слабый, поскольку он же пока еще не улежался, не отлежался, поэтому для того, чтобы его уплотнить, было забито примерно 10 тысяч свай. Вы видели, как сваи забиваются, да, капром. Такая вот штука, которая падает, такая баба большая, значит, и забивает свай. Вот, то есть, вы себе представляете, что такое забить 10 тысяч свай? Это такой процесс, который отнимает сам по себе несколько месяцев, а титаническая работа, вот, и они забивались примерно с шагом, там, ну, несколько метров на несколько метров, очень часто, для того, чтобы как раз, не для того, чтобы на них что-то поставить, а для того, чтобы грунт просто уплотнить. Сам стадион тоже возводился в достаточно прорывном по тем временам способом, даже для мировой практики, не только для отечественной, он возводился на металлическом каркасе, благо, как раз в этот самый момент, какие самые такие серьезные металлические конструкции строились в нашем городе вот в эти самые годы, в начале 50-х? Это были сталинские высотки, да, они построены, как и все, как и американские небоскребы, они построены на стальном каркасе, и вот наша промышленность, наша строительная индустрия освоила строительство на стальном каркасе, поэтому, я, знаете, я вам боюсь ошибиться, это точно первый стадион в Советском Союзе, который построен на стальном каркасе, я рискну предположить, что это и первый стадион в Европе, который, вообще в Евразии, который построен на стальном каркасе, возможно, до этого на стальном каркасе, В каркасе могли только американцы построить какой-нибудь стадион, и то маловероятно, редко все-таки материал использовался. А вот мы настолько поднаторели уже за время строительства семи высотных зданий в этом, что решили его тоже использовать. Ну, я думаю, не стоит говорить, что стальной каркас — это очень быстро, потому что он собирается как конструктор. Все детали заранее изготовляет завод, они привозятся на стройку и быстренько монтируются просто. Причем монтируются они даже не клепкой, а сваркой, потому что как раз на строительстве стальских высоток была освоена технология сварки на открытом воздухе для монтажа стальных конструкций, чего даже американцы, кстати, не делали, они все клепали в этот момент. И поэтому и удалось буквально за несколько месяцев собрать этот каркас и меньше чем за год построить весь стадион. Вот еще несколько фотографий. Вот на каркас монтируются железобетонные гребенки трибун. И у стадиона была смонтирована небольшая, небольшой такой же металлический козырек. Если кто-то помнит, это ложники до 97-го года, то вот там был такой козырек, который закрывал буквально там несколько, ну, может быть, десять самых верхних рядов. Остальные все оставались подвержены всем погодным... Чем? Условиям, погодным условиям. Вот. Ну и, как я уже сказал, с точки зрения архитектуры, это был не просто стадион, это был целый ансамбль. Вот у нас на переднем плане как раз... А, нет, видите, на переднем плане малая спортивная арена, на дальнем плане бассейн. Ну, а теперь разберемся с ними, разобрались немножко с точки зрения инженерии, и разберемся с точки зрения архитектуры. Вот фасад главной арены, и мы видим, что он очень похож, ну, например, на Олимпийский стадион в Мюнхене, или на Динамо. Мы уже говорили об их сходстве. Та же самая идея, да? Колонны, которые образуют... которые как бы являются каркасом этого здания, но в то же самое время образуют такую колоннаду, бегущую по кругу. И образ, наверное, восходящий к образу Колизея, да? Такая овальная арена с колоннами, идущими по всему периметру. Вот, то есть... Причем эти колонны не круглые, как, например, в стадионе Сталинец, опять-таки, да? А утрированные, квадратные. Поэтому я тоже, несмотря на то, что этот стадион был построен в 1955-1956 году, я все равно считаю это произведением в духе арт-деко, потому что принцип тоже самый. Классика, но такая геометаризованная, утрированная. Как, кстати, и в Олимпийском стадионе в Берлине здание было облицовано крупными квадрами естественного камня. Квадры в смысле как бы блоки, да? То есть такая имитация, как будто бы здание сложено из крупных каменных блоков, хотя на самом деле, конечно, камня в нем вообще нет. Это же сталь. Вот это просто все облицовка. Но образ пытаются создать именно мощного, такого монументального каменного сооружения. То есть мы видим здесь все-таки принцип дворцовый. Принцип, который характерен для стадионов арт-деко. Конструкция тщательно спрятана. Несмотря на то, что, казалось бы, Хрущев уже в 1955 году выпустил свое знаменитое постановление о борьбе с излишествами, которое критикует всякие декорации, которое фактически открывает эру модернизма, эру, опять-таки, честных конструкций, честной архитектуры из стали, из стекла. Этот стадион все еще ближе к 20-30-м. Он, Дарман, очень похож на 30-й. Он очень похож на Динамо. Он вообще спрятал тщательно все свои конструкции и создал образ такого нового колизея. Советского колизея. В том же духе у нас выполнена была и Малая арена. Мы видим, что она построена как некий колонный портик. Правда, гребенка, она еще больше похожа на Динамо. Потому что, смотрите, сквозь эти колонны видно нижнюю часть гребенки зрительных рядов. В этих вот медажеспитовых конструкций зрительных рядов. Впоследствии, восьмиде к Олимпиаде, Динамо будет, извините, просто малая спортивная арена будет реконструирована. Вы, наверное, помните, как она выглядит, бывали на территории Ложников. Собственно, вот так. У меня есть, оказывается, слайд. То есть, между колоннами будут поставлены большие стеклянные панели. Из-за этого исчезнет вот эта вот идея, что трибуны, нижняя часть трибун формирует облик здания, формирует фасады здания. Но появится вот эта вот идея, что колонны, а между колоннами сплошное остекление. То есть, некоторая такая конструктивистская, что ли, сущность все равно будет здесь присутствовать. То есть, это такое переходное здание на стыке между ардеком и модернизмом, наверное. Вот. Ну, в том же ключе, собственно, была решена и был решен и бассейн. Это такая симметричная композиция с парадной лестницей, с арочными проходами. Причем проходы эти ведут нас на вот такую вот колоннаду, совершенно практически как в Парфеноне. Правда, в Парфеноне там колонны по всем четырям сторонам, здесь только по двум сторонам. Ну, то, что в Парфеноне называется периптор, а это мы назовем диптор, потому что только с двух сторон. По центру еще и барельеф. Мы говорили с вами о тяге ар-де-ко к барельефам. То есть, опять-таки, по всем признакам можно отнести это здание. Оно принадлежит, несмотря на годы постройки, 55-56 совершенно принадлежит духу такого предвоенного сталинского ар-де-ко. Давайте посмотрим внимательнее на отдельные детали. Вот такой вот барельеф утрированный, условный очень. Вот она, эта колоннада. Кстати, любопытно, что с помощью облицовки колоннам придана еще и так называемая каннелюра. Каннелюры — это борозды, которые идут по колоннам. То есть, это тоже стопроцентная имитация, конечно, то, что конструктивно никаких этих каннелюр здесь нет. Но, тем не менее, прогулки по этой колоннаде, они создаваются впечатляющие, потрясающее архитектурное переживание. С одной стороны, ты как будто бы находишься в Атичной Греции и гуляешь по колоннному портику, да еще и поднятому на некоторый стелопад, вот, говоря, чему ты озираешь окрестности с некоторой высоты, а в другую сторону посмотришь, и у тебя честные обнаженные конструкции трибун этого бассейна. То есть, такой тоже синтез классики и авангарда здесь наблюдается. Вот, но все-таки к 60-м годам окончательно утвердились ценности модернизма, то есть, ценности простоты, чистоты формы, честности конструкции, отсутствие декора. И, таким образом, вот эта вот ардекошная традиция, торжественная, приподнятая, дворцовая, изящная, она была вытеснена, Лужники, можно считать, Лужники и, наверное, еще построенный в 58-м году стадион в Екатеринбурге. Вот я не стал его в лекцию внедрять, но, может быть, вам доводилось в Екатеринбурге бывать, это тоже сейчас одна из площадок чемпионата мира, и там тоже, конечно, диким образом переделали этот стадион, и там от оригинального практически ничего не осталось, хотя он был тоже очень примечательный, хотя он был построен в 58-м году, он был такой совершенно в духе сталинской, сталинской тоже традиции. Так вот, это были такие последние ласточки уходящего сталинского ардеко, и в 60-е годы придет уже совсем другая эстетика. И вот удивительно, что в Москве практически нет стадиона, который выражал, ну, почему я говорю практически нет, потому что есть немножечко там что-то, но это не совсем футбольные стадионы, это, скорее, другие спортивные сооружения, я о них чуть попозже вам расскажу, а вот футбольного стадиона, который выражал бы ценности модернизма, у нас нет, поэтому из Москвы мы с вами переносимся, все-таки не только Москвой, и даже не только Петербургом, жива Россия, слава Богу, в архитектурном смысле, и шедевр просто, я считаю, мирового уровня, был создан в 60-е годы в Красноярске. Может быть, вам доводилось бывать и видеть этот стадион, он все еще действует, и даже не изменился, слава Богу, с тех самых пор практически. В 67-м году он был построен, Виталий Орехов, такой местный архитектор, даже не москвичи туда приехали, а местный архитектор, вот этот вот дядя посреди, не в очках, а вот на дальнем плане как раз его стадион. Вообще он делал, опять-таки, как и Никольский, он делал не только стадион, он делал целый остров, так называемый остров отдыха посреди эмиссия. И немножко об инженерии с вами поговорим. Для этого стадиона была впервые принята сборная же с бетонной конструкцией. Сам Орехов сначала настаивал на монолитном железобетоне, как, например, вот «Динамо» делался, да, это монолитный железобетон, «Динамо» у нас в Москве. Ну и технология там старая, как мир, проверенная. Но, к сожалению или к счастью, хрущевская традиция, вы знаете, да, что при Хрущеве был взят курс на строительство так называемых ДСК, домостроительных комбинатов, которые должны были производить сборные железобетонные конструкции. Но самая известная сборная железобетонная конструкция – это панель, из которой строятся панельные дома, например, да. Вот, и вот эта вот традиция, она настолько вытеснила всякую мысль о монолите. О монолите, значит, такое, да, когда прямо на месте заливается бетон в деревянные формы. Что ему запретили, ему отказали? Возможности строя, значит, в такой, такого, возможности монолита. Да, и он вынужден был делать сборный железобетон. Тут, на самом деле, не очень понятно, что сборные конструкции, на самом деле, представьте себе, что эти огромные балки изготовлялись на заводе, привозились на стройплощадку и монтировались с помощью вот этих вот кранов. На самом деле, по-моему, это бред. Ничего рационального в этом не вижу, потому что, ну, вы понимаете, сборные конструкции железобетона целесообразны тогда, когда у вас какая-то типовая конструкция, панель. Панель, она и в Африке панель, да. Да, ее можно делать везде, там, построить сегодня в Филях, завтра в Новых Черемушках, послезавтра еще где-то из этих панелей. А если вы делаете, а тут вам надо завод переориентировать на производство конструкции специально для одного здания, а потом обратно переориентировать его на что-нибудь другое. Поэтому я думаю, что они, на самом деле, в день как-то, наоборот, потеряли, но, к сожалению, была такая паранойя в хрущевско-брежневские годы, что никакого монолита, ни в коем случае, только сборный железобетон. У нас в Москве тоже есть примеры такой архитектуры, который вот получил достаточно странным образом, но я попозже о них расскажу. Вот, вот такие получаются конструкции. Несмотря на то, что это сборный железобетон, удалось создать очень сложную, такую скульптурную, интересную форму. Просто складывается полное ощущение, что это монолит. Ну и вот так выглядел стадион, когда он был построен. То есть это вот просто апофеоз ценностей авангарда и модернизма. Конструкция вся наружу. Собственно, единственное, что формирует облик стадиона, в отличие от Динамо, у него нет даже ни входа акцентированного, ни башенок, ничего. Единственное, что формирует облик стадиона, это только его жилы, это только его кости или мускулы, как вам больше нравится, которые четко все отражены наружу. Вот это вот просто апофеоз стадиона, как метафоры прекрасно построенного тела. Ну, были сделаны интересные технологические, такие инфраструктурные ходы, например, для облегчения загрузки и разгрузки пассажиров. Вы видели, да? Сейчас я еще раз покажу общий план. А у меня дальше, наверное, будет общий план. Вот. Значит, сделаны были пандусы с фасада прямые для загрузки и для выгрузки. Нет, извините, они оба на загрузку и выгрузку работают, только, соответственно, какая там ориентация по сторонам света. А вот эта вот трибуна, это западная, это восточная. Вот, то есть просто для загрузки и разгрузки одной трибуны прямые. Сюда прямые сделать было невозможно, потому что здесь уже река начинается, поэтому здесь были сделаны изогнутые трибуны, ой, изогнутые пандусы, извините, которые, кстати, придают зданию очень интересный скульптурный облик. Они такие, как клешни гигантского краба, что ли, да? То есть, видите, хотя здание, с одной стороны, очень честное такое, конструктивное, тем не менее какие-то биологические аллюзии, биологические образы у нас тоже возникают из-за этих, из-за этой формы такого панциря какого-то, что ли, да? Или ската, взмахнувшего своими плавниками из-за этих вот необычных форм пандусов. И эти биологические ассоциации, кстати, потом будут только продолжены в архитектуре спортивных сооружений, поэтому можно сказать, что появляется третья идея, да? Ну, она, наверное, близка к идее человеческого тела, потому что, ну, как бы, к идее человеческое тело, там вообще природа, потому что природа прекрасна всегда. Природа не знает ничего лишнего, природа всегда все строит максимально рационально и четко, и вот эта вот такая вот метафора, она очень часто в стадионах используется. Вот, а что было в это время в Москве? Некоторые чуть более ранние спортивные сооружения, они действительно, что очень характерно было для эпохи модернизма, они отсылали нас к ценностям авангарда. Вот я специально решил выбрать именно грибной канал в Крылатском, который был построен еще в начале 70-х годов, потому что, помните ли вы, сегодня я уже вам показывал, час назад, конструкцию эпохи авангарда, которая практически в точности повторена в этой трибуне. Вспомните? Это была трибуна Международного красного стадиона работы Коржева. Эх, я не дал здесь на нее ссылку, но давайте я сейчас на нее вернусь, чтобы вы... А нет, не вернусь. Простите, оказывается, у меня тут какой-то у нас режим, нам этот сервис Prezi.com включил странный режим, и мне придется сейчас прям по одному слайду обратно листать, я думаю, можно будет ползунок прокрутить, но не получится. Ну ладно, вам придется мне поверить тогда. Или пересмотреть трансляцию. Пересмотреть трансляцию на сайте ВДНХ Знания, значит, потому что сильно прям точная копия той трибуны, которую Коржев сделал в 26-м году для Международного красного стадиона. Вот, ну а потом, ну тоже вы видите, да, что конструкция полностью формирует облик здания. Вот одна железобетонная часть, которая держит трибуну, вот уже пошли конструкции, которые держит козырек. Все очень... А, не, вот, было мне, оказывается, вот. Вот, смотрите, здесь и здесь, да? Прям точная копия. А вот потом, все-таки, в конце 70-х годов, какие-то другие смыслы появляются в наших спортивных сооружениях, потому что все-таки при Леониде Ильиче Брежневе наша архитектура делает очередное покрачивание нашего маятника. Ведь этот маятник, о котором мы сегодня с вами говорим, он не только для стадионов работает, он вообще для всей архитектуры работает. И вот если хрущевские времена прошли под знам... Они практически полностью совпали с идеями авангарда, с идеями 20-х, то брежневские скорее, наоборот, пришли снова к 30-м, к ар-деко. И я даже говорю о брежневском ар-деко. Хотя меня больше никто не поддерживает в таком понятии, но я считаю, что можно так говорить. Потому что при Брежневе... Вспомните, например, характерные примеры, чтобы вы мне поверили. Белый дом, завершенный в 75-м году. Но это что, модернизм, что ли? Ступенчатое здание, увенчанное шпилем. Это абсолютная копия сталинских высоток. Это такое типичнейшее ар-деко. Оно еще и облицовано белым мрамором, и колонный портик пониза у него куча. В общем, сплошная такая классика, но геометризованная. И ту же самую идею мы видим и в самом главном, конечно, нашем сооружении для Олимпиады-80, спорткомплексе Олимпийский, который делала целая бригада архитекторов под руководством Михаила Пасохина. Это такой главный архитектор Москвы в ту эпоху. Он делал еще и Новый Арбат, например, Дом СЭФ, Дом Книжку в конце Нового Арбата, Кремлевский дворец съездов. И это вот тоже делали они. И посмотрите, что они здесь придумали такое. С точки зрения... Давайте начнем с архитектуры, потом придем к инженерии. С точки зрения архитектурного образа, это то же самое, что лужники. Согласны? Похоже? Опять у нас колоннада бежит по периметру здания. Только как бы есть две колоннады. Одна большая, которая несет конструктивное значение, она поддерживает крышу, а другая декоративная. И это скорее не один непрерывный ряд колонн, а как бы много шестиколонных портиков. Раз, два, три. Вот вспоминаем, в стадионе «Динамо» у нас был как бы один портик, а вокруг шли просто уже колонны. А тут как бы много портиков. Откуда хочешь, оттуда и заходи. Как будто много входов в здание. А вот с инженерной точки зрения, конечно, он создавал совершенно новый, необычный образ. Я бы сказал так, что новизну, какое-то новаторство, спорткомплексы Олимпийский, можно почувствовать, невозможно почувствовать, пока ты ходишь по земле, можно почувствовать либо поднявшись на вертолете или на квадрокоптере над ним, либо, слава богу, есть способ попроще, войдя вовнутрь. Что многие из вас, наверное, делали, да? Бывает там, либо на спортивных мероприятиях, либо еще, вероятнее, на рок-концертах каких-нибудь. О, значит, для этого стадиона... Этот стадион был перекрыт... Это один из первых таких был случаев в нашей стране. Он был перекрыт с помощью мембраны. Что такое мембрана? Мембрана — это когда один и тот же материал является одновременно и несущим, то есть несет нагрузку снеговую, например, ветровую, и ограждающим, то есть защищает нас от того же самого снега и дождя. А в данном случае этим материалом была листовая сталь, то есть листы стали толщиной 5 миллиметров. Сейчас я вам покажу. Вот, они сформировали такую чашу, гигантскую совершенно, размерами 230 на 180 метров. Это была одна из крупнейших мембран на Земле в тот момент. Интересно, что эта мембрана... Сам принцип мембран, точнее, он был изобретен нашим инженером, Владимиром Шуховым, о чем я не устаю говорить, что первая такая конструкция в мире была создана им в 1895 году, в 1895, еще в конце 19 века, для перекрытия одного из павильонов на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. И вот посмотрите, вот в центре эта мембрана стальная, пролетом всего 26 метров, а вот тут ровно то же самое, но пролетом уже 200 метров, да, практически в 10 раз больше. Интересно, что даже толщина металла одна и та же. И у Шухова было 5 миллиметров, и здесь 5 миллиметров. Так что я считаю эту мембрану вообще таким реверансом в сторону нашего великого инженера. Но, конечно, вы спросите, как же так? Там 5 миллиметров, ой, там 26 метров 5 метров, и тут что-то так же. Все-таки есть свой нюанс, конечно, а у меня нет, оказывается, фотографии изнутри, ну, были, наверное, изнутри, да? Видели, как изнутри эта мембрана выглядит? Там все-таки по ней, а вот на этой фотографии видно было, там все-таки по ней, по низу идут вот такие вот фермы, такие конструкции с треугольной решеткой, они называются фермы. Почему? Не потому, что мембрана не выдержит веса снега, например, она выдержит, потому что металл очень хорошо растягивается, выдержит большую нагрузку на растяжение, но потому, что очень сложно обеспечить жесткость и как бы правильную форму такой здоровой мембраны. У нее же снег может в разных местах скапливаться, да? И вот чтобы ее не повело волнами, грубо говоря, потому что где-то она прогнулась, где-то не прогнулась, вот снизу она была укреплена такими ребрами жесткости. Вот такая вот необычная конструкция была использована, которая, кстати, тоже в соответствии с принципом авангарда вся видна изнутри. Когда вы идете туда на мероприятие, это все там хорошо просматривается. А бассейн тоже, бассейн-споркомплекс Олимпийский, соседствующий с главной ареной, тоже получился таким же двуличным, таким же кентаврическим по своему облику. С одной стороны, посмотрите, здесь уже даже с земли прослеживается необычная форма этого здания, форма шеи кобры или ската, взмахнувшего крылами, да, или седла. Вот инженеры называют такое перекрытие либо гипар, гиперболический проболуид, но это совсем неудобное и сложное слово, для более простого объяснения обыкновенным людям инженеры, как правило, используют слово седловидное перекрытие, в смысле, похоже на седло. Похоже на седло, правда? Вот, и это видно даже с земли, в отличие от главной арены, поэтому можем сказать, что да, какой-то новаторский, необычный образ у этого здания. Вот, может быть, какой-то даже биологический, как мы уже говорили, рассматривая стадион Красноярский. Но, с другой стороны, как-то все-таки сделано очень монументально и грузно. Опираются эти две, значит, два этих крыла нашего ската, опираются на мощные железобетонные, тоже такие пропилеи, хочется сказать, практически египетские, по своему ощущению. Почему-то вот такая довольно тонкая, изящная арка, я вам покажу потом ее на фотографии из строительства, была спрятана в гигантский кожух, который тоже никакой честности конструкции не говорит, а создает какое-то непонятное совершенно ощущение. Но при этом много стекла, в общем, тоже что-то такое на стыке монументальности и модернизма, честности конструкций и украшательства в духе арт-деко. Вот, видите, это на этапе строительства, мы видим, что на самом деле эти арки вообще сделаны из металла, поэтому зачем их нужно было одевать в такой гигантский кожух, совершенно непонятно, они могли быть гораздо тоньше, или там даже ажурными могли бы быть оставлены. Вот, и вот потом между этими арками будут установлены тоже такие же фермы, вот они тут видны на заднем плане, как и вот здесь вот на главной арене, и на них уже будут тоже положены металлические листы. То есть это оба перекрытия, они висячие по своему принципу, просто одно имеет форму блюдца, а другое имеет форму седла. Вот, ну и, конечно, несмотря на то, что такие перекрытия впервые в мире создал наш инженер Шухов, я не хочу сказать, что, то есть, надо признаться, что наши не у Шухова это подсмотрели, если честно. Сначала это все-таки сделали уже для спортивных сооружений, на новом витке истории это сделали за рубежом, и только потом уже наши посмотрели его за рубежа и стали тоже такое делать. То есть непосредственной преемственности между Шуховым и нашими послевоенными инженерами не получилось, к сожалению. Пришлось, как всегда, воспользоваться, как говорили в советские годы, за границей нам поможет, да, вот и в инженерном смысле за границей тоже нам то ли к сожалению, то ли к счастью всегда должна была помочь. И поэтому архитектура и инженерные решения спорткомплекса Олимпийские, особенно стадион, особенно бассейна, конечно, все-таки подсмотрены у таких очень заметных, очень знаменитых в свое время спортивных сооружений, как так называемая Ролей-арена в американском городе Ролей. Она стала первым в мире зданием, которое было перекрыто оболочкой в виде седла. Видите, да, здесь? Ну, это практически точная, точнее, наоборот, наш бассейн спорткомплекса Олимпийский станет практически точной копией этой арены. Вот, еще раз показываю вам наш бассейн, вот, форма, да, гигантское остекление по полукругу, эти два крыла, вот, и то же самое мы видим здесь. Здесь даже еще интереснее сделано, потому что вместо монументального пилона здесь арки продолжаются до самой земли. Вот, то есть здесь принцип честности конструкции все-таки в большей степени отражен. Это 52-й год, представьте себе, то есть за 30 лет до нашего бассейна. Вот, или, например, совсем незадолго до проектирования нашего спорткомплекса Олимпийский, к Олимпиаде 72-го, если не изменяет память года, в Токио, был построен, там, вот, такой вот спортивный центр йо-йоги, который тоже очень изящно, остроумно использовал висячие перекрытия. В данном случае он не отличается, нельзя сказать, что это первый случай, я именно подчеркиваю необычность формы. Смотрите, какая форма, вот, вообще форма улитки какой-то, да, тоже какая-то форма, я даже не знаю, с чем сравнить, ну, два асимметричных крыла, вот, они как бы имеют форму капли. Вот здесь острый конец, а у этого острый конец он туда смотрит, он просто невидим за этим вот верхом. Вот, в общем, такая необычная форма и необычная конструкция. Изнутри вот тоже, посмотрите, какой-то облик формирует совершенно фантастический, какой-то марсианский, да, была предложена японским архитектором Кензо Танге. Так что наши смотрели, а для наших архитекторов Кензо Танге в те годы это вообще просто кумир, поэтому наши смотрели, конечно, и в Японию, ну, и в Соединенные Штаты, я думаю. Вот, ну, и ту же самую тематику таких вот необычных перекрытий, которые вызывают, может быть, даже какие-то биологические ассоциации, ну, и честно выявляют конструкции в то же самое время. Я даже считаю, что гораздо более изящным, чем бассейн спорткомплекса Олимпийский, получился велотрек в Крылатском. Архитектор Ворониной. К сожалению, просто он чуть менее известен, потому что находится далековато. По Олимпийскому проспекту, мимо бассейна мы еще как-то ездим на машине, да, или там на общественном транспорте. А вот в Крылатское мы вообще не доезжаем, хотя он получился гораздо более изящным. Это проект. Вот он сам по себе такой, эдакий тоже скат, вылезший на берег, взмахнувший своими двумя крылами. Здесь используются два седловидных перекрытия, левое и правое, которые создают еще более необычную, наверное, форму, чем в бассейне спорткомплекса Олимпийский. Вот так вот это выглядит на современной фотографии. Вот, и еще одно здание, которое тот же мотив используют, да, с одной стороны честность конструкции, с другой стороны какие-то биологические ассоциации, необычные формы, не похожие на историю мировой архитектуры, не встречавшиеся в истории мировой архитектуры. Это универсальный спортивный зал Дружба, который строится, как и Велотрек в Крылатском, это все сооружения к Олимпиаде 80. То есть Олимпиада 80, конечно, стала мощнейшим триггером для спортивной архитектуры в Москве. Они все построены в период 1976 по 1979 год. И Велотрек, и Дружба, и спорткомплекс Олимпийский. Только грибной канал, как я вам сказал, чуть пора построить. Вот, и мы видим опять-таки, ну, я уже сказал, да, с одной стороны необычный архитектурный образ. Вот что это вот, что это вам напоминает? Кто-то говорит, что это черепашка. Да, вот есть такое название народное среди москвичей для этого спортивного зала, черепашка. Вот, но я считаю, что это скорее метафора мышц каких-то, да, вот, не знаю, торчат, торчат эти мощные железобетонные мускулы, и между ними уже легкое стеклянное заполнение. То есть, опять-таки, мне кажется, что здесь важна метафора архитектуры как хорошо построенного тела человеческого. Вот, а не напоминает вам никакое другое здание, которое все-таки москвичи чаще посещают? Тоже перекрытое большой железобетонной оболочкой. Молодное очень место, нынче там куча всяких едалин. Даниловский рынок, правда? Не случайно, потому что делал и Даниловский рынок, и спортивный зал «Дружба» один и тот же инженер Виктор Шабля. Один из таких самых талантливых, наверное, советских инженеров второй половины 20-го века. Вот даже этих двух его построек достаточно, чтобы показать, какие он интересные вещи, интересные формы создавал. Интересно, что Шабли тоже никогда не давали работать с моноритным железобетоном. Поэтому как Даниловский рынок, так и спортивный зал «Дружба» сделаны в сборном железобетоне. То есть, вот вы посмотрите на эти необычные формы, такие вот панели, да? Это все на самом деле сделано на заводе, а потом собрано как конструктор. Вот кому скажи, не поверишь. Я бьюсь об заклад, если я приведу сюда зарубежного какого-нибудь архитектора и скажу ему, что это сборный железобетон, он скажет, «Айрат, ты меня обманываешь, не может быть. Не верю, что в сборном железобетоне можно создавать такие формы». Потому что за рубежом, ну, как бы, да, это всегда делают монолити. То есть, даже, наверное, надо признать некоторую гениальность за нашими инженерами, что они умудряются в такой кондовой технологии создавать такую необычную архитектуру. Ну, конечно, опять-таки, все-таки вот такие формы не исключительно наша заслуга. Я должен сказать, что с большой вероятностью они подсмотрены за рубежом. Потому что еще одним кумиром для наших архитекторов 50-х, 60-х, 70-х годов был итальянский инженер, но который очень много работал в области архитектуры именно, поэтому зарекомендовал себя как архитектор, Пьетро Луи Джинерви. И вот это его так называемый Малый дворец спорта, Палаццетто Дельно Спорт, в Риме, построено еще в 62-м году, то есть лет за 15-20, да, аналогичных наших построек. И, конечно, это его сооружение было очень влиятельное. Оно было растиражировано миллион раз. Это и, не знаю, цирк в моей родной Казани, например, примерно так же перекрыт. И, кстати, что-то похожее можно встретить и в цирке на проспекте Вернадского, наверное, да, и в том же Даниловском рынке. То есть вот эти все такие волнообразные купола, сделанные из железобетона, которые принадлежат к эпохе модернизма, брутализма, они, конечно, все вдохновлены работами Нерви. В том числе и наш спортивный зал «Дружба», я думаю, тоже ноги его растут отсюда. Кстати, ноги-то как раз у Нерви растут, опять-таки, даже более, наверное, изящно и интересно. Посмотрите, да? Вот такие вот вилки у него получаются. У «Дружбы», мне кажется, даже более топорно как-то получилось. Вот. И еще одно сооружение тоже построено, точнее, реконструированное к Олимпиаде 80, в том же самом 79-м году завершенное, это бассейн «Чайка». Я привожу его вам для примера того, что вот архитектура Брежнева, спортивная, она становится, вот именно балансирует на грани. С одной стороны, каких-то авангардных метафор, в смысле честности конструкций, да, конструкции честно выявлены, они все наружу, как мускулы, вывернутые наружу. Ну, не вывернутые, которые проглядывают сквозь кожу, хорошо сделанные мускулы. Вот. Но в то же самое время она становится очень метафоричной. Недаром мы находили эти какие-то биологические метафоры, да. А вот здесь какая метафора в этой форме перекрытия, скажите мне? Волна, конечно, да, очень простая метафора, суперлинейная. Это бассейн, поэтому крыша его похожа на волну. Но в то же самое время должен признать инженерное новаторство Дмитрия Солопова, который, кстати, сделал и универсальный спортивный зал «Дружба», он же тоже, я забыл там архитектора вам назвать, да, и вот «Чайку» тоже он сделал, потому что вот эти перекрытия уже сделаны из так называемых БКДК, большепролетных клееных деревянных конструкций. Это материалы, технологии, которые разрабатывались в позднесоветские годы, за ними видели будущее. Гениально, они прекрасно, по-моему, реализованы в санатории Липки в Одинцовском районе, если вдруг вы там когда-нибудь отдыхали. Там вообще весь санаторий перекрыт, весь центральная часть перекрыта огромным деревянным таким вот вогнутым шатром, который накрывает и вестибюль, и ресторан, и бассейн сразу. Один и тот же шатёр, это прям очень круто. А здесь он чуть попозже, его тоже сделали три Солопова в этот санаторий, чуть попозже, а здесь он как бы, так сказать, проба пера. Вот у меня нет фотографий, к сожалению, изнутри, я не успел добавить, но приходите к нам на экскурсию в Асэм Чайка в Москву глазами инженера и увидите, как это всё выглядит в центре. Это натуральное дерево, такие огромные деревянные брусья, даже опалки, которые имеют такую волнообразную форму. Вот, ну и давайте, наконец, в наше время переместимся. Что у вас там со временем? Ага, как раз мы почти полтора часа, еще минут 10 и закончим. Что же происходит в наше время? Ну, про 90-е практически невозможно говорить, и про 80-е, потому что, понятно, перестройка, разруха, и особо ничего не строилось. И поэтому первый такой серьезный проект московских 90-х годов – это реконструкция, даже не новое строительство, а реконструкция лужников в 97-м году. Ну, что можно сказать про реконструкцию? О ней сложно говорить, потому что, как правило, во время реконструкции никакого нового образа инженер, извините, архитектор не создает. Зато вот инженер может применить свои таланты. И реконструкцию лужников мы рассмотрим именно с инженерной точки зрения. Вы понимаете, да, что во время этой реконструкции была добавлена крыша, которой раньше не было, потому что я вам показывал, как лужники выглядели в 56-м. Там был только маленький козырельчик, закрывавший несколько верхних рядов, добавили крышу, которая перекрывает все. Как она была добавлена? Это совершенно грандиозный был инженерный процесс. Понимаете, построить гигантскую крышу над стадионом – это всегда сложно. Я думаю, это понятно. Представьте, насколько сложнее построить гигантскую крышу над уже готовым стадионом. То есть, как правило, крышу строят прямо в процессе строительства, а тут надо ее построить так, чтобы, так сказать, не задеть готового стадиона. Это, конечно, вдвойне сложнее. И поэтому я с восхищением всегда говорю об этом уникальном совершенно проекте, в мировом масштабе уникальном. Значит, что придумали инженеры, чтобы не уничтожать стадиона? Они смонтировали гигантское опорное кольцо. Ну и, точнее, опорное кольцо-2. Одно опорное кольцо снаружи. Тут оно вот немножко видно, да? И оно стоит на… Давайте я увеличу. Получится у меня интересно. Не, не получается увеличить. Прежде всего так смотреть. Значит, внешнее опорное кольцо, спрятанное здесь за кожухом декоративным, опирается на колонны. То есть был построен специально еще один ряд колонн. Видите, они тут вот соединяются такими красными крестообразными диафрагмами, например. Но любопытно, что поскольку на стадионе Лужники и так был ритм колонн, то… А сейчас я тебе покажу эти колонны. А вот, пожалуйста, да? Вот они, эти наружные колонны, которые поддерживают внешнее кольцо. Но поскольку образ стадиона Лужников и так представлял собой колоннаду, бегущую по кругу, то многие люди, я даже думаю, не замечают, что есть старые колонны 56-го года и новые колонны 97-го года. Кажется, что как бы колонны и колонны, они как будто всегда были здесь, да? То есть вот тут архитектор, надо сказать, что вместе с инженерами очень тонко поработали и сумели не уничтожить оригинальный образ. Сравним это, например, со стадионом Динамо. Я вам потом покажу. Там, конечно, ни черта не осталось от оригинального стадиона, и он полностью использует новый образ. А вот здесь сумели сохранить оригинальный образ и при этом построить этот козырек. Это я имею в виду, когда я говорю «не задеть». Я имею в виду в художественном смысле «не задеть» оригинального стадиона. Ой, значит, внешнее кольцо, опирающееся на колонны, и внутреннее кольцо. Внутреннее кольцо, разумеется, ни на что опираться не должно, оно должно висеть. Значит, но как его надо было поднять? Как его подняли? Построили вот такие вот мачты, точнее, не мачты, а башни, извините, да? Потому что они стоят совершенно самостоятельно. Вот. И по ним, с помощью домкратов, подняли это кольцо вверх. Все, оно временно было закреплено. Теперь стали строить радиальные ребра между внешним и внутренним опорными кольцами. Вот уже практически достроили. И теперь конструкция у нас завершена. Она представляет собой купол. Купол, как вы знаете, самонесущая конструкция. Ему в центре никакие опоры не нужны. Поэтому вот эти вот временные опоры в центре можно было вот эти вот, да? Можно было демонтировать, и все, и купол держался. Он стоял сам по себе. По-моему, совершенно потрясающая операция. И очень остроумная. Ну и, соответственно, то есть самая главная реконструкция этой стадиона прошла именно в 97-м. То, что было сделано... Ну нет, сейчас, конечно, вот с 2013-го до 2018-го тоже серьезная реконструкция происходила. Потому что они полностью снесли всю начинку. Но, слава богу, сохранили фасад. Поэтому сегодня, опять-таки, да, лужники визуально не поменяли образа. Кажется, что они с 56-го года не изменились. Хотя, на самом деле, в них не осталось ничего оригинального, кроме фасада. Потому что полностью заново построили трибуны. Их сделали чуть более крутыми. И в соответствии с новейшими требованиями FIFA для улучшения обзора, и в то же время вместимость увеличилась до 81 тысячи человек. Увеличили немножко козырек. Вот, нарастили вот эту вот часть. Таким образом, еще лучше теперь люди защищены от непогоды и от солнца. Кроме того, как вы, наверное, знаете, ну, заменили материал ограждения на поликарбонат, который прочнее и надежнее. И встроили светодиоды. Вот, и теперь Кромлист превратилась в гигантский экран, который может транслировать. Ну, по-моему, видеоповторы он транслировать не может, но хотя бы счет, там, флаги, что-нибудь такое он транслирует. Вот. Но при этом все это сделали так, что они поменяли оригинального образа стадиона, за что я, конечно, очень благодарен архитекторам как 90-х, так и 2010-х годов. Но, правда, не все было так благополучно на Лужниках. Так, например, ради реконструкции бассейна Лужников его все-таки полностью снесли. Как видно на этом фото. И то, что там построят, будет уже полностью налоделом. Хотя там частично попытаются воссоздать образ прежнего бассейна. А ну вот, собственно, рендер. Вот вы видите, что они также построят две симметричные парадные лестницы. Правда, раньше, на самом деле, они не были двухмаршными, они были одномаршными, не сразу вот так вот. Помните, там вот такой пандус по центру. Выпоминаете мою фотографию? Я сейчас не буду возвращаться. И одномарши в лестнице. То есть тут немножко по-другому. Оставили, по-прежнему построят вот такой вот арочный проем. И будет колоннада. Но непонятно, зачем нужно было, если вы делаете то же самое, зачем нужно было уничтожать оригинал. Можно же было как-то сохранить оригинал все-таки. Но все-таки вот так распорядились. И так мы увидели, что на Лужниках, причем как 90-е годы, так и сейчас, да, и даже в проекте плавательного центра сохраняют, пошли по пути воссоздание оригинального образа. Образа арт-деко. Посмотрите, даже чтобы подчеркнуть взаимосвязь с советским арт-деко, с сталинским, сделают барельеф. Только раньше, что он стоял вот здесь, а теперь его поднимут на антик, так называемый. Помните, барельеф вам показывал. И, конечно же, наши любимые круглые окошки, о которых мы так подробно говорили, разбирая эпоху арт-деко. То есть здесь даже новое строительство воссоздает образ спортивного сооружения эпохи арт-деко, то есть спортивного сооружения как дворца, как храма, в котором совершается что-то очень важное. Это один подход. Я думаю, что этот подход, а правда, на Лужниках, так сказать, гением места. То есть там так было, надо так и делать. Если бы Лужники строили просто с нуля, то, наверное, все-таки пошли как-то по-другому. Как можно идти по-другому в наше время? Другой подход нам демонстрирует, например, вот тут мы подошли, наконец, к площадкам, на которых проходит чемпионат. Спартак, например, такой подход нам демонстрирует. Что это? Это, мне кажется, что этот подход, он похож на 60-е годы. То есть здесь нет никаких исторических ассоциаций абсолютно. Это абсолютно новаторское изобретение формы. Помните, как там эти были все, взлетающие крылья скатов? Да, такого никогда раньше не было. И вот здесь тоже. Это эдакая паралепипед с искругленными краями и раздутый, с раздутыми краями, да? Мне, честно говоря, знаете, какая метафора приходит в голову? Наверное, не очень приятная для архитектора, который вообще для футбола. Мне приходит метафора с очень спущенным мячом. Вот как будто бы мяч настолько приспущен, что его еще и придавили так сверху. И вот он превратился из шара в такую вот лепешку какую-то, да? В такой пончик, пирожок. Кстати, на эту метафору работает, мне кажется, еще и чешуя. Потому что она похожа на вот, ну как это называется, на пяти-шестигранники, из которых собирается обшивками футбольного мяча. Вот. Ну то есть, тем не менее, мы видим, что наш маятник от даже таких брежневских образов монументальных, типа спорткомплекс Олимпийский, качнулся в сторону вот такой конструктивности, изобретательства, изобретения новой формы. Хотя мы видели такую идею и в брежневские годы, например, в велотреке в Крылатском. То есть мы видим, да, что в наше время уже о маятнике говорить нельзя. Уже начиная с Брежнева о маятнике говорить нельзя. Существует и тот, и другой подход. Как и олимпиады. Я вам показал два подхода. Есть монументальные, практически колизей, типа спорткомплекса Олимпийской главной арены. А есть честно выявленная конструкция и новаторская форма, как, например, велотрек в Крылатском. И в наше время то же самое. Вот Лужники мы видели. Это дворец, арт-деко. Ну там это, правда, во многом связано именно с попыткой стилизоваться под историческую среду. А вот подход, новаторская форма и честно выявленная конструкция. Вон они, эти фермы, которые торчат сверху, да, которые перекрывают наш стадион. Вот они, эти фермы. Ну вот про чешую, да. Мне кажется, что эта чешуя вкупе с такой необычной раздутой формой опять-таки работает на какие-то биологические ассоциации, как и сооружения 80-х годов. Потому что, ну вот что это, какой-то броненосец, что ли, да? Он тоже такой пухлый, круглый и с такой же примерно чешуей. То есть такие вот животные ассоциации тоже у нас здесь возникают, как и там ассоциация со скатом, например, велотреки в Крылатском. Вот, а примерно по тому же пути идет и ВТБ-арена, бывший Динамо. Что-то у меня почему-то плохое качество, извините. Мне казалось, что хороший был снимок, ну ладно. Вот, значит, не снимок, а рендер в смысле. Значит, мы видим, что в отличие от нужников, здесь полностью пренебрегли оригинальным образом, к сожалению. Формально создатели ВТБ-арена говорят, что да, но мы же сохранили историческую, ту самую часть, которая, а, является памятником, то есть которую надо было юридически сохранять. И фактически именно она и является единственной оригинальной, так называемой западной трибуны, которая выходит на Ленинградский проспект. Потому что северные и южные трибуны были полностью перестроены в 70-е годы перед Олимпиадой, и они исторической ценности уже не представляли. Вот, но при этом этим самым девелоперам хочется сказать, ребят, спасибо, конечно, но этого вообще не видно. То есть ради чего вы это сохранили? Чтобы это было как музей, чтобы можно было прийти, посмотреть только если специально придешь, да? В целом образ стадиона, конечно, полностью поменялся, и он ближе к Спартаку. Это вот такая вот тутэ, необычная такая биологическая какая-то форма, еще более сложная, чем в Спартаке, потому что здесь два футбольных поля, о, извините, два спортивных поля, как вы знаете, соединяются под одной крышей. Там такая идея, что вот эта вот открытая часть, это футбольное поле, оно получается подальше от Ленинградского шоссе, а вот в этой передней части находится крытый универсальный спортивный зал, который может трансформироваться, это, кстати, очень любопытное инженерное решение, которое может быть в трех ипостасях. Баскетбольное поле, хоккейный каток и концертная площадка. И причем там предусмотрены сменные поля, раздвижные трансформируемые трибуны, то есть это будет один из самых инженерно сложных залов вообще в Москве. Все это будет там автоматически на домкратах ездить. И еще одно интересное, кстати, продолжаю, чтобы закончить тему про инженерию, еще одна интересная инженерная находка, которая была здесь применена, ну не то чтобы находка, ничего новаторского в ней нет, я бы сказал, еще одна инженерная трудность, задача, которую здесь сумели решить, это как построить стадион над западной трибуной, потому что западная трибуна никакой роли практически не играет, она является как бы музейным экспонатом теперь. Его скоро должны открыть, можно будет посмотреть. Я там просто бывал на этапе строительства, потому что, кстати, еще одна необычность стадиона ВТБ-арена, с другой стороны являющаяся типичным признаком нашего времени, это не просто стадион, а это пятиэтажный торговый центр, на крыше которого расположен стадион. То есть там натурально, ну не совсем, там четыре этажа, ладно, четыре этажа парковки, тоже еще одно детище нашей эпохи, потом пятый этаж, это торговый центр, и потом шестой этаж, это футбольное поле. Ну это, конечно, любопытно с точки зрения инженерии, как поставить два футбольных зала на пятиэтажное здание, но вот немножко странно, да? Так вот, во всей этой истории с парковкой, как вы понимаете, получается, историческая западная трибуна оказалась в уровне парковки, поэтому она априори не может никакой спортивной роли больше играть, потому что на парковке не на что смотреть, что вы там будете на машине сидеть, смотреть на этой западной трибуне, поэтому она просто оставлена как экспонат. Вот, а так стадион, и так возвращаемся, да, стадион приобретает тоже вот такую биологическую какую-то ассоциацию, такую дутую необычную форму, но что еще мне в нем интересно, ну вот здесь видно, да, вот, вот эта вот западная трибуна сохраненная, это строится значительно выше ее универсальный спортивный зал и футбольное поле. Так вот, что все-таки мне приятно во всем этом проекте, то, что перекрыт он с помощью сетчатой оболочки, которую тоже, как вы, наверное, знаете, создал наш русский инженер Владимир Шухов, еще в том же самом 1894 году, и впервые продемонстрировал на той же самой Всероссийской художественно-промышленной выставке, по-моему, я про мембраны вам говорил, вот, все то же самое место, да, тот же самый инженер. Вот мы видим эту сетчатую, сетчатое перекрытие, в данном случае это более простая форма, арочный свод, но, пожалуйста, в 1897 году у него была и сложная форма, вот такого тройного вспорушенного перекрытия, поэтому достаточно сложная сетчатая оболочка ВТБ-арены абсолютно прям точно отсылает нас к работам Владимира Шухова, что, конечно, мне, как исследователю творчества Шухова, очень приятно. И последнее, что я вам хочу показать, хотя хронологически эта арена завершена была раньше, даже чем, скажем, «Спартак» или «Лужники», это 2014 год, ЦСКА-арена, извините, она называется «Веб-арена», да, в общем, «Стадион ЦСКА», это пример другого подхода, то есть мы с вами в современности посмотрели подход ардекошный, на примере «Лужников», мы посмотрели подход такой с биологическими какими-то ассоциациями, на примере ВТБ-арены и «Спартака», а вот этот подход, я бы его назвал неоавангардный, то есть такое прямо возвращение к ценностям 20-х годов. ЦСКА, ну, короче, ЦСКА сделал Андрей Боков и Дмитрий Буш, это архитекторы, которые вообще известны тем, что они любят работать именно с авангардными ассоциациями, ну, еще одно известное их спортивное сооружение, еще в Лужковских времен, это Ледовый дворец спорта, тоже на Ходынке, может быть, вы его знаете, он такой красно-голубой, у него такие две пандуса закручивающие, закручивающие все по спирали, огибают это здание, они, как бы, получается, находятся на двух разных сторонах, вот этой вот дуги, которая образует какое-то там Ходынское шоссе, по-моему, да, вокруг бывшего аэродрома, вот, а вот здесь что авангардного? Скажите мне вы, что здесь авангардного? Во-первых, композиция, да, помните, как мы с вами разбирали композицию Международного Красного Стадиона? Там у нас было сочетание нескольких разных высоких объемов, создававших такой живописный силуэт. И здесь тоже есть распластанный объем стадиона, трибун, и то он все-таки не просто прямоугольный, а увеличивающийся в сторону одного из своих углов, а рядом с ним, рядом с этой горизонталью или даже диагональю, соседствует мощная вертикаль. Вертикаль, конечно, типичное дитя нашего времени, это просто офисный центр, это способ коммерциализации стадиона, здесь можно сдавать помещение в аренду, но в то же самое время получилась очень необычная композиция и даже можно найти конкретную отсылку к проектам Авангарда. Потому что, посмотрите, этот офисный центр, он состоит как бы из двух корпусов, и при этом форма очень необычная. Как вы назовете вот такую вот форму, где вы ее уже видели? На что похоже? Крюмки. Нет, а вот мы сегодня много говорим о Шухове, и это похоже на Шуховскую башню, конечно, да? Гиперболоидная башня, да. Потому что Шуховская башня в Москве, она восемь шестисекционная, но есть много односекционных башен. То есть мы тоже здесь видим отсылку и к Шухову. И в то же самое время, вот впервые идея стеклянного, гиперболоидного небоскреба приходит в голову нашему архитектору эпохи Авангарда Ивану Леонидову в его проекте «Нарком тяжпрома народного комиссариата тяжелой промышленности» 34-го года проекта. То есть мы видим, что Боков, как всегда, обращается к конкретным прототипам русского Авангарда. Они это очень часто в своих работах делают вместе с Дмитрием Бушем. Но за что, я думаю, что им только спасибо можно сказать, потому что, ну, реверансы в сторону самого великого периода в истории нашей архитектуры, это неплохо. Это демонстрирует, что мы ее знаем, мы ее уважаем, мы ее ценим. Ну вот, но при этом еще, если посмотреть на ваксонометрии на здание, сами трибуны тоже имеют очень необычную, очень такую экспрессивную авангардную форму. Они повышают, то есть они как бы представляют собой диагональ на каждом из фасадов. То есть какой из четырех сторон не посмотри, это всегда диагональная форма. И опять-таки эта тяга к диагоналям, это тоже такой излюбленный прием эпохи Авангарда, потому что, ну вот, вспоминаем такие авангардные вещи, как ДК Русакова, скажем, может, вы знаете, театр Романа Виктюка, который весь построен на приеме взлетающей диагонали. Да, все здание от сцены к фасаду взлетает по диагонали. Мельников вообще очень диагонали любил, он их использовал и в своем там павильоне Махорка на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. И, чтобы не ходить далеко, даже вот в моей презентации можно... А, нет, к сожалению. Вот здесь я забыл поставить связку. Помните, я вам показывал киоски в составе московского Международного Красного Стадиона? Тоже у них были диагональные крыши. И вот здесь мы видим тот же прием, да? И вот почему я завершаю свою лекцию ЦСКА, хотя он, казалось бы, построен даже раньше, чем ВТБ и Спартак, потому что вы видите, да, что маятник наш качается, 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 но все потихонечку возвращается на круги своя. Мы с вами начали с таких авангардных образцов, и мы видим, что сегодня, хотя сегодня авангардный подход не единственный, и слава богу, что он не единственный, мы с вами насчитали сегодня, как минимум, три подхода, да? Ардекошный, биологические ассоциации и авангардный, но авангардный тоже есть. Так что история движется по спирали, и мы снова и снова возвращаемся к каким-то славным периодам нашей истории. Спасибо вам большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...